ПЕСНЯ Проходим чтение Нового Совета, Столкование Блаженного Феопилакта. Евангелие от Лухи, 1 глава, остановились на 18 стихе, 18-20 стих. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я старый, жена моя в летах приклонных. Ангел сказал ему в ответ, я говорю, стоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Толкование. Хотя Захария был праведен и свет, однако же, принимая во внимание необычность рождения сына, необычайность рождения сына, нелегко поверил. Почему ангел и сказывает ему о своем достоинстве, я говорил, предстоящий пред Богом, не бесобольститель, а Божий ангел. Итак, за то, что не веруешь, будешь глух и не способен говорить. Справедливо подвергается тому и другому глухоте и немоте, ибо как прислушник наказывается глухотой, а как противоречащий молчанием. Кроме того, он предизображал и случившееся с иудеями, ибо как он старый и бесплодный и неповеривший родил сына большего пророков, так и церковь иудейская и иерархия. Хотя застарела и была бесплодна и неверна и прислушна, однако же родила во плоти Слово Божие, владыку пророков, с рождением которого бывшие прежде непокорными перешли к вере и исповеданию. Комментарий. «Святые Божьи человеки, будучи движены Духом Святым. Неверие или противоречие этим глашатаем истины равнозначно противление Богу сил Саваофу». «Первое царство, 15-23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и делопоклонство за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. «Бог не смотрит на Личность, и тот, кто не хочет слышать Слово Божие, поражается глухотой, как аспид». Псалом 57, 5. «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои». «А тот, кто начинает противоречить вести Божией, поражается отнятием языка, гробовым молчанием. В древние времена подобные люди обличались через пророков, но и, будучи глухонемыми, эти прислушники, любящие противоречить Богу и вносить в Слово Божие тысячи комментариев, извиняющих их, оказались очень живучими и чрезвычайно плодовитыми, многочатными». Исайя 6, 10. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не урожумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исселил их». Через тысячелетия эти глухонемые аспиды, ядовитые змеи, переползли в Новый Завет и заполнили все в Церкви Божией, и особенно в алтарях. «Тысячекратно повторяют, Господи, помилуй, издают трескучие звуки этими словами, не вкладывая в них никакого смысла. А следовало хотя бы раз объявить всероссийский пост и целый день повторять одну молитву. «Господи, помилуй нас, что мы перестали слышать Твой голос, забыли Библию и все заполнили вымыслами человеческими. Мы стали глухими аспидами в рясах и ризах позлощенных. Господи, помилуй, исцели наш слух. Господи, помилуй, что мы противоречили ясно сказанным словам Твоим в Библии и перетолковывали в свою пользу животолюбцев. Господи, мы окоростовели в грехах наших». Это патриарх Николь говорил. «Я окоростовал во грехах, и вы со мной все окоростовали». Вот весь ответ. Ну можно один раз только увидеть, что не по слову Божьего. Торговля запрещена. В каждом храме торговля. Я бесел ее с настоятельным. Вы знаете, что Христос приходил в храм и сгонял. Он никого не бил, только одних торгашей бинал. Ну да. «Зачем у вас два киоска?» Я долго не был в соборе, прихожу, теперь три киоска стоят. И один еще, и лавка там внутри ограда. Когда правило, говорят, и в ограде, чтобы этого не было. А могут выбросить? Не могут, им есть нечего и будет. А почему? Десятина. Святая Десятина Богом установлена. Десятину не платит, это святотатис. Десятина на тебе не принадлежала. Тебе Бог его сказал отдать. Это его. Почему? Ну мы двое пошли работать, нанялись у кого-то картошку копать. Ну хозяин отдал деньги. Ладно, делите ей дети. Ну мы вышли как. Ты ловщай меня, ну не знаю, в десять раз жил ловщай. Ну и делите между собой-то. А мы разделить не можем. Один взял себе и все. Ну мы двое были. Здесь мы двое были на работе. Бог говорит, я дал землю. Ты на чьей земле находишься. Я дал воздух. Чья земля? Воздух чей? Вода чья? Пища чья? Кто тебя создал? Я создал. Я отец твой. Отче наш, стучи на небесах. Я сделал то, что у тебя есть вкусовые присоски. Ты определяешь пищу. Тебе нравится ангуз. Ты добавляешь что-то. Это превращается в кровь. Превращается в силу. Я дал. Ну почему ты со мной не делаешь это? Я к тебе электричество подмел. Биатоки бьются сердце. Это энергия. Ну сегодня поезд, салограф выписывает. Как сердце работает? Вот приедет она аллергичность, она включила и все. Почему со мной не делаешься? Почему? А здесь едино. Вы крадываете меня. Она вам не принадлежала. Это моя дезидина. Верните ее мне. Не поклаки видом. А это в Ветхом Завете. Значит, в Ветхом Завете, что я перечислил, было, а норм нет. Ты сам себя создал. Сам кишки свои направил. Все сделал. Перерабатываешь. Бог никакого участия не имеет, да? Никакого. Бог говорит, это моя дезидентина, моя. Почему? А он прямо говорит, вы обкрадываете меня. Он бы не сказал, а меня обкрадывайте. Вот меня в кармане, вот и завез. Обкрадываешь. А если ты нашел на дороге, это, может, не мое, его надо узнать сначала. Обкрадывайте меня. Это святыня Божия, что Богу принадлежит. И все. В церкви нельзя даже агарок свечки брать. Она полностью ни одного гарка нет. Почему? Богу принадлежит. Вот человек пришел и их подписал. Знаете, мне вообще нравится у вас. Я подписываю, когда усну. Ну пусть будет на храм, в мой дом. А потом опомнился, приходит назад. Нельзя возвращать назад. Все. Каноны запрещают. А на тебе предают. Ну, это твое завещание было. Так как при жизни можно менять? Меняйте церковное. Церковное отданное. Оно Богу принадлежит. Ты без Бога Божия не можешь отнять это. И здесь мы об этом считаем. Что люди корыстолюбиво используют Слово Божие. А почему? Я говорю, ну ты знаешь, что выгонял, да. Поговорил нас, а я тебе никакой меры не принимаю. У меня толстая веревка такая вот была. Спортивная. Я нарезал такие куски, завернул в бумагу и написал. Когда Христос придет, это вертепный понедельник, дом мой сделали. Когда торгуют, то храма Божия нет. Дом мой. Господь говорит, вы его сделали, домом торговли. Это комок. Комок во имя крестоводвижения или где торгуют. Теперь. Второй раз пришел, два раза занял. Уже говорит вертеп разбойника, дом мой, вы сделали торговли. Там нет Христа. Христос в вертепе разбойников никогда не сидел. Это понятно, нет? Я подписал и продавцам дал, сколько есть. Настоятель забеспокоился. Игнатий, это вы сделали, я сделал. Ну а как же нам жить-то? А живет неплохо. Отец Николай Войтович, благочленный отайского края. Он власть имел больше, чем митрополит сегодня. Один епископ сказал, такие говорят, во всем Советском Союзе, как три человека было с такой властью. И что? Ничего не убрал. А из нас и продающих, и покупающих. Ну не надо толковать ничего. Храм Божий, торговля несовместимая. Если торговля есть, значит Христос туда еще не зашел. Надо ждать, когда он придет и выгонит их. И священник, который понимает это, меня вызвали сделать русскую печь, проспорную. Я поехал в Красноярский край. А в это время на отца Геннадия, он был в Енисейске, там нападение было. И вызвали благощинного отца Александра Бурдина. Он уехал, а я остался с двумя. Надеждой и Юлия. Они разговор мешают. Говорим. Я им говорю, торговать это опасно, это ужасно. И прочее. Он вернулся в воскресенье литургии. Он слышит какой-то шум. Он говорит, что там за шум в храме? Он вернулся отец Александра Бурдина. Вышел. А весь народ задан к алтарю и к торговым точкам. А там никого нет, у продавцов. А где же Юлия? Нашли Юлия, стоит в старухе, молится. А Надежда где? Надежда рядом. Так скажите, чтобы торговали. Нельзя торговать. Так это Игнатий их собратил. Да я же сказал, я уберу торговые точки. На сегодня поторгуйте. А Игнатий сказал так. Завтра шерень не знаешь, что родится. Это не я сказал. Это Соломон сказал. Не хвались. Тебя Бог застанет за этим. Все. Служба кончилась. Службы нет. Он любого сторожа. Ну, ставь только в цене. Смотри, продавай. Ну, с этим я разберусь потом. А теперь схема, нахи, там разная. Торговля. Все заглушила. Мамона. Не можете служить Богу и мамонии. Это Мамона. Я что-то придумываю. Новое ввожу. Игнатий его общение. Лаптинское там. Какое? Евангелие. Кто писал ему? Я сделал комментарий. Ты только говори, кто говорит комментарий-то. И Эл. Чтобы люди точно знали, куда попали. И что? Он со мной порвал все. И когда на меня уже подали, я сижу в тюрьме, его допрашивают. А я считаю. Отец Александр Гурдин дает показания. От Игнатия стали приходить это письмо. Я их рвал и бросал. Там столько жестокости было. А дальше пишет. А Матушка Анна обожает их. Матушка Анна Николаевна обожает их. И столько все. Это сын Сергея. Он в Афганистане был. Больной привезли. И вылечился. Его господинские излечения. Но это живая история. Ну выброси комки. Один священник сегодня говорил, завтра. Наконец все прихожане согласились. Он говорит, так, в воскресенье я вам покажу. Автодакт называется. Всемирное сражение. Вытащили. Чтобы ни одной доски не брали от этого. Все сжигали, что там было. Во дворе же стал, костер развел, священник. В советское время. Там какой-то шпилер или кто раз мне говорили. Там фамилия его. Я говорю, это не просто торговля. Это старый жид проклятый присосался к нам. Не жид, у нас была такая скаленность наша вот эта вот. Жид это не еврей. У нас отец всегда, который жадный человек, ну жид. Жидом называл. А я не знал, мы знали жид. Это воробей. Пошли жидом залить. Какое отношение воробей имеет к этому? Это жид. Это скаленный, скупой человек, как Владимир Дам пишет. Вот мы до этого дошли. Вот ты это еще на толкование, ты еще теперь к жизни притяни его. У вас еще совсем торговли нету? Нет, мы не знаем этого. Ну а как свечки? Вызвали меня в налоговый отдел в Барнауле. Вы же православные, да? Почему отчетки не даете? Какое? Ну сколько берете за крещение? А мы не берем. Как там? Ну а свечки? Ну и свечки есть. Но продаете? Нет, не продаем их. Ильют, батюшка там ставит, или кто положит. А если на элибинет забегали, суят табак в нос, как пишет Ильтушенко. Да ну как так? Православных нет. Да всегда есть что-то. Ну какие-то деньги. Добровольное пожертвование, десятина. А это не входит никак. На это налога нет. Я подошел, мне в карман сонул и все. На это налога нет никакого. А я мог не подойти. И они наконец поняли, что ничего нет. Да тогда с регистрации снимали их. И регистрации сняли. Общего же сняли с регистрации. По одной причине, что денег-то никаких нет. Там налоговики-то сидят, да они что-то берут. Когда таможню устраивали, Петр Первый-то, и говорит, назначьте самых наглых и жадных туда. А эти псы сами себя прокормят. То есть они будут взятки брать и вот это все. И назначьте зарплату вот самую низкую. Эти псы сами себя прокормят. Так, дальше комментарий. Мы окоростовали в грехах наших и стоим в ризах этих, как гробы окрашенные, как молчаливые покойники. Это ты поразил нас молчанием. И не от нас проповеди Евангелия. И жизнь в церкви умерла. И мы все уподобились скотам несмысленным. Мы собираемся под свод этого храма, как молчаливые змеи, ехидны и аспины. И находимся в темноте, без слова твоего, без святой Библии. Псалом 118-135. А сияй, раба твоего, сетом лица твоего, и научи меня усталом твоим. То есть, я говорю, молитву составил, священники, считайте эти молитвы. А было такое? Были два священника, игумен, высших народов, и вот эту молитву считают. Мы обманщики. Мы Христа не знаем. Мы христианами еще не можем называться. А мы друг перед другом красуемся. У кого Лиза красивее, у кого Митра красивее. Как Ян Кронштадтский говорит, я огневался. Дьяков столько ладо наложил, закоптил Митра, а у меня их 18. И подумал, у меня уже восьмой десяток лет, да кому они доставлются? Что я делаю? Я помолился, и Бог простил меня. 18 метров. А голова одна. Устами послушного тебе, громогласного пророка, ты обращаешься именно к нам. Матфея 12.34 Порождение ехидины. Как вы можете говорить добрые, будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста. Ты сам обличаешь нас, глухих и немых. Матфея 23.33 Змии порождение ехидины. Как убежите вы от осуждения в гиену? Это к нам, потомкам древних, прислушников и противоречащих тебе, возвещает Дух Святой. Матфея 13.15 Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот заметьте, допрашивает слепого. Он исцелился. А он говорит, и ты ли учишь нас, зачат его всех в грехах? Они его упрекают. И так народ невежда, проклят он. Решение какое? А почему он не говорит, такими-то вы его сделали? Вот иконы мироточят. И патриарх дает указания собирать людей важных во главе с Иоанном Экономцем, Архимандритом, поэт Флоренский, директор геологического института. То есть по всем отраслям набрали людей. И они сделали вывод. Не дьявол не смехается над нами, устраивает. И мы чем попало занимаемся? Чудеса и дьявол делают. Он строит козни, а мы разбираемся, откуда это пероточение. И все это напечатали. И вот здесь один ответ. Зачем тебе думать об этом? Выбрать торговлю, и все кончилось. А я на чем буду жить? А на чем ты живешь? В офисе освещаю, езжу. Вот выезжаешь из Кемерово, храм не закрывается. Написано в двери, храм не закрывается круглосуточно. Дает безопасность там. Зайди. Зайди, и определенный. В другом месте священник стоит. Сделал в себя пешку такую-то, и на распутье туда-дорога сюда. Гарантия на полу безопасной дороги. Сколько с чего строится они? Стоит батюшка. И все с тобой. Дальше. Господи помилуй. Вместе с нами от нашего ненаучения, от нашей глухоты и немоты. Иоанна 12,40. Народ сей ослепил глаза свои и окаменел. Сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исъявил их. Мы молчим, ибо это твое наказание за неверие наше твоим словам, начертанным во Святой Библии. Мы, противоречия тебе, заменили ясные слова твои вымыслами человеческими. И через апостола Павла ты снова говоришь нам из Святой Библии. Деяние 28,27. Ибо обрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Брось причины, какая к Богу, не обращаются. Прямо говорят, мы ослепли, Господи, какие мы пастыри? Вот спрашивают, ну давайте нравственно посмотрим, православная приходит, которая в церковь-то. И рядом молитвенный дом баптистов. По нравственности меня спрашивают, кто лучше, а вот сравнивать не надо с сектантой лучше. Да как они сектанты? Написано, Господь сказал им, еще церкви не было, вы очищены через Слово Мое. Он еретик, но он читает Слово Божие, вот это нельзя. А эта бабка им ругается, и что угодно делает. Понятно, они их Библию любят. Пошли к адвентистам, но сидит человек 50, старенький тоже, молодых-то мало. И он говорит, пророк Даниил, говорит в 8 главе, истятый стих, так, так, шшшшшш. Все бабки сидят и встают. А вы, ну ладно, наши-то еще приносят, а вообще-то не знают Библию. Совершенно не знают. Едем дорогой, священник в руку голосует. Мы его посадили. Едем дорогой. А вы знаете, что в России царь коронован? Путин-то еще не знает, он думает, он правитель. А уже короновали императора. В настоящий момент. Я говорю, а как написано у апостола Павла, второе послание писано единицам? Ну и что, я говорю, ну откройте, почитайте. А Библия лежит. Едем дорогой. Он берет, писано единицам, ищет возле бытия, после бытия. Он не знает, где это. Давай оглавление искать. Оглавление дается только на ветке завет. А в конце на этот. Если бы вместе он был и шел. Он не знает, священник, короновавший нового императора. Его Михаил Георгиев звать. Приезжал со мной посрещаться. Я даже не вышел из дома. И перезбрали такого. На физароме срок отряд был уголовник. И ничего не знает. А там, пожалуйста, коронует. Проверять-то вот как надо. По слову любожью. Я сегодня хотел сказать на это слово. А лжи? Как ты узнал, что ложь? Нормально. Больше никак. Лжи много, и выбраться из нее невозможно, если Бог не отделет от тебя. Даша. Господи помилуй. Мы верим, что ты можешь знать и знать беса, глухого и немого. Дай такое повеление ему. Марка 9, 25. Дух немой и глухой. Я повелеваю тебе. Выйди из него и впредь не входи в него. Да отверзутся уста пастырь и иреев и архиереев. Сними это тысячелетнее проклятие, тяготеющее над православной церковью. Эту анафему немоты и глухоты, поразившую пастырей. О тебе слава, исцеляющий Бог. Аминь. Я открою вам небольшую тайну, все добавлю. Если Бог благословит, в эту субботу у нас престольный праздник, 16 сентября по новому стилю. Память мученика, священномущеника, епископа Анфима Никомедийского. И, как я понял, батюшка уже звонил и приедет в местный алтайско-бармульский хиерей, московского патриархата, митрополит Сергий. И я хочу сделать ему подарок. Пока не скрываю от людей, какой подарок. Такой подарок, что на много лет ему хватит, и хватит делиться со всеми. Подарок. Помолите, чтобы это было сделано благоприлично. Чтобы его сердце расположилось, принять, что он не зря сюда ездил, бензин сжег. А как вы думаете, он как отреагирует? Я на маленькой проверю, думаю положительно, с улыбкой. Салатка, наверное, нет. Я сделаю то, что здесь на Библии, про салатку этого слова нету, ты про Маса. Я скажу по Библии, то, что ему откроет дверь в рай. Чего, может, у него и не хватает. И чтобы он поделился с другими актереями. И вот так вот прямо поднесу, и владыка прошу принять. Ну, пока не разворачивайте, дорогу развернете. Вот такой ли подарок. Не оскорбляющий ничего, наоборот, возвышающий. И он другим это расскажет. А перед этим, я скажу, пророки всегда делали наглядно. Вот сказал, что будет осада Иерусалима. Осада Иерусалима, осада Иерусалима. Никто не слышит. Из Никилы Бог говорит, возьми кирпич, я говорю, кирпич. Положи его, ляжь на землок и лежи перед ним. Люди-то тебя знают, знают. А сколько лежать? Два дня, так у меня баха заболят. Пролежь будут. Триста восемьдесят дней. Лежать на одном боку. Господи, по-милу, Господи. Ну, за что же ты меня наказал? Не наказал. Я открыл тебе. Весь народ будет приходить из страны. Тебя средства не изменут. И как прорастешь, как зое настояние. И как есть что. А вот возьми столько-то килограмм тонн, столько пшеницы, бобов, фасоли у бабы Серафима, тому, кого выпроси, перемешай и сделай хлебы. И пеки на сухом, человечном кале. Он так и взмолился, Господи. И чистые устами входило. Ну, пусть на коровьях лепешках доходит. Ладно, делай на коровьях. Потому что человеческие отработки самые противные. Лошадиные, ими штукатуре, ну, совершенно нормально. А уж овечки вообще там орешки. А человек это отвратительно. Человек моет, закапывает. Вот какое дело. Надо на все смотреть глазами Священного Писания. И он лежал, представьте себе, время подходит поесть, он разводит лепешек. Кто-то, наверное, приносил ему. День, два, три. Ну, в году-то сколько дней? 365. Вот так. Лежим. Это столько осада будет в городе продолжаться. Все узнали. А теперь, так у нас какие стены? Господь говорит, стой. Ты где живешь? Вот сад, или вот дом. Так, может быть, сама, как у нас в лагере это сделано. Так, собери старейшего, чтобы вокруг стали все. И теперь изнутри, там, от эгоя, разломай стену. Какой-то узел, набежит одежу с собой возле обуви, там, и туда вылазь, и глаза закрой, и беги. Люди рассказывают, вот так царь проломает стену изнутри и изнаружи. И так же побежит и его схватят. Вспомните Еремея, когда его схватили, сыновей зарезали, ему глаза вышли, сразу каленым головом, и все. Видели? Видели? Вот так видели. Надели. Ну вот представьте себе, люди идут в плен, ну как в норы, ссылали. Мы думали, что бы взять, ну, можно взять-то только определенные, там, здесь там, сумки какие. А выселяли-то 4 часа, чтобы тебя дома не было. И мать говорит, сказала, знаете что, возьмите икону, большую икону Божьей Матери, она со стеклёнок. Как она нам сгодилась? Приехали, стекла-то нету, мы стекло это выставили, в окончик поставили. На земля-то это. Надо, что там взять? А пророку Бог сказал, возьми два булыжника. Обмашил глиной, а что их мазать-то? А он не спрашивает. Берёт глину, обмазывает, дальше что? А теперь посуши и в суху положи. За хлебом взять, не надо хлеба накормим, тащи. Да все сухари сушат. Неси два булыжника. Все узнали, придурок какой-то, еще пророком называется. В плен идешь, тебя на рынок ссылают, да пешком идешь, и булыжники тащишь. Он не разговаривает. Бог поверил, я слышу голос его, а вы не слышите. Вы глухие астриды. Еще не знаю, ну дальше-то что с этими камнями делать-то? Понятия не имею. И когда пришли, ну теперь мы, слава Богу, в безопасности. Мы в Карабахе спрятались, как Стерлиговый Герман, сбежал и там засох. А он говорит, мы пришли в Египет, а Египет сильная держава. Америки не победите ее. А я тогда пророку Бог открывает и говорит, вот здесь копай яму. И два камня положи туда. Это будет фундамент. Какой фундамент? Царя Вавилонского, в который вы бежите, он сломит Египетскую крепость и здесь поставит свой престол. Именно на этом месте, на этом поле, на этом Елбане. Так как и будет? Никак. У него свои архитекторы, они его будут там везде водить. Владыка вот здесь хорошо, здесь, здесь. А кто-то говорит, нет, давайте здесь. А никто не знает про камня. И они сколько не грудили, и престол поставили на этих камнях. Я фундамент заложил. А про эти камни все помнят, про сухари никто не помнит. Вот такой мой будет подарок, о котором Владыка Духи им расскажет. Я каждый день молюсь, чтобы нужное было сказано. И чтобы сердце было открыто всех, и вас. И он с вами этим подарком начнет делиться. И скажет, у меня мама, идите к нему. Я так думаю. У него много этого есть. Чистое, пищевое. Ничего не бывает. Почти все сказал. Давай. А теперь думай, голова на мой. Лука 1, глава 21-23 стихи. Между тем народ ожидал Захарию и делился, что он метит в храме. Он же выйдя не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснился с ними знаками и оставался ним. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Толкование. Так как он через дни службы. То есть это был не последний день. Он еще там был. Вот, а заметь это. Когда Иоанн Златоуст определял рождение Иисуса Христа, он на этом не взял во внимание. Или умышлено, я не знаю. Такой проповедник, он должен был знать, что дни его окончились, когда он пошел домой. А он его делает первосвященником. Иоанн Златоуст. С чего раньше он первосвященник? Акадильный. Ничего еще не значит. Это не посвятая святы. Где он там, что там было-то. И что дальше было? В этот же день он вернулся домой. Иоанн Златоуст говорит. В эту же ночь он, видимо, в бане помылся. Иоанн Златоуст разомлел и лег с Елизаветой спать. И в эту ночь удачно она зашила. А теперь он не хочет считать 9 месяцев день в день. Ни туда, ни сюда точно. И родится Иоанн Хреститель. А родится Ахристос на 6 месяцев позже. Ну тут легко уже считать. 7 июля у нас 7 января. То есть все надумано. Так не верит в Ауку. Ну почему верить можно? Ну это не влияет на счет. Что я знаю, как он делал Златоуст. Это ничего нельзя подтвердить. Не, но он момент за моментом берет. Что это рассвещение. Что в этот же день он вернулся домой. В эту же ночь зашила она. Ну это искусственно. И это нигде неизвестно. Ну по крайней мере, хотя бы что-то мы знаем. 7 января. Надо логические мысли смотреть и ты увидишь, что ну как-то надо было узнать, когда родился Христос. Вот мы празднуем крестовозвижение. А крестовозвижение это совсем не в этот день было. Это было обновление храма, который Елена построила. А его объединили с этим. Вот праздновать Петра и Павла. Петру и Петру. В разные дни были казнены. В разные года. Церковь объединила, но и мы так отмечаем. Ну как-то надо было людей мирить. Но мы это знаем, что это менять будет. Ничего мы не будем. Но знание нам не помешает. Мы видим, что церковь поступала иногда без доказательств. Чтобы что-то нам дать. Толкование. Видишь ли, как иудеи дожидались и оставались, пока вышел пересвященник. А мы, христиане, лишь вошли в храм, как и думаем уже, что с нами дурно случится, если мы не выйдем. Захария делал знаки народу, вероятно, вопрошавшему о причине молчания. Но как он не мог говорить, то и объяснял ее знаками. Примените то, что Захария не пошел в свой дом, пока не окончились дни его... Не пошел. Не пошел. Значит, он вообще не мог быть защатой. Пока не окончились дни его служения, но оставался в храме. Ибо на корне страна действительно далеко отстояла к Иерусалиму. До священнику, если он имел дом, и в самом Иерусалиме не позволено было уходить во время его череды из двора храма. И сколько доказательств того, что... А мы, увы, как пренебрегаем божественными службами. Но Захарий не мог говорить, а употреблял знаки. Это указывает на неразумную жизнь иудеев. Ибо, умертвив слово, они не могут дать отчета ни в делах, ни в речах своих. Если даже спросить у них о чем-нибудь пророческом, то они, выделенным, не отверзают уст и не могут дать тебе ни слова, ни ответа. Говорите ли о том, что он был глухой? Он не мой был, а толкуется, что был глухой. Как ему это объясняли-то? Где написано, что глухой-то? Этого тоже нет? Я ничего не прибавляю, я просто внимательно читаю. Ну, им уже, видите, он написал. Ну, глухо-немой-то разница. Он глухой, Андрей, и он и немой. А бывает так, что он все слышит, а сказать не может. Вот фильм показывает про одного. Как немой, так и в лагере был. Он немой, немой. А он прикинулся одним. А слышит, все слышал. Сказать не может. У меня ребенок в лагере был такой. Все слышит, раздыхает, а разговаривать не может. Я говорю, а что с ним? Ну, вот такая. Ну, какая беда. Да, отец, мать, на его глаза зарезал. А он ребенок. Маленький. И у нас в лагере он разблокировался. Заговорил. Представьте, какая для них была радость. Все думали, что он всегда уже не мой. А бывает у святых так. Вот святой, лежат мощью его. Ну, и люди пришли и делили. Спают у каждого свое. Своя болезнь. Она лежит немая. Никогда слово не говорила. А у другого, нога. Короче, он едва ходил. Тогда вон во сне только уснули. Прихожане там подружки положили, как у старого бряца. Когда ждут, причащаться. И в это время этот святой из гробницы вышел и этому говорит. Ты вот видишь, это лежит, женщина немая. Ты возьми ее, за ногу потащи. Из подружков-то стащил. Ну, я что, какое блудие, что ли? Сделай это. Ну, он потихоньку ее запутал и потащил. Та глаза-то открыл, он ее тащит в ноги. Она как заорала. Ты что делаешь? Обводится какая? Он как испугался, как рванул, бежать. Болезнь ноги прошла. Два из вселенной сразу получилась. Ну, и после другого рассказывает. Ты что подумал? Я подумал, да ты же с нами умолился. Думал, что он дурил, мужик меня? Куда тащит? Из храма. Это же тебя святые, говорили. И надо нам согласиться, что бывает необычность. Один такой был, разбойник Давид, страшно тщит, сколько людей убил, и обратился к Богу. Ну, и просит Господи, мне какую-то эпитерию дай. И Господь говорит, а не мей. Ты все время матерился. А ему охота сказать? Ничего нету. Он тогда взмолился, а когда я матерился, говорил, что ты, Господи, не наказывал, а когда я хочу проповедовать, Господь, ладно, проповедуй, значит, еще другое, попросить поесть, то ты сказать не сможешь. Мне как раз это и надо. Я ничего не мог. Вот нам бы такую-то не мотнуть. Это неплохо было бы. Лично, вот это с соседками у колодца это бы не шушукались. На голову прихнул. Когда я был сквернослов, уставы были открыты, а тут раз, я уверен, я сказать не могу. Не справедливо, Господи. А то говорит, слово Божие скучно. А если это скучно? Комментарий, знаете, нет более темных людей на земле, как православные люди. Пастыри заварили их. Они их не кормят и не учат самих добывать пищу себе. И о чем бы ни спросили из Писания те, кто посещает православные храмы, никто ничего не знает. И этим приносит огромный вред Церкви Христовой, как говорит святой Афанасий Александрийский. Вот заметьте, святая простота, это хорошо, но когда ничего не может ответить, вот столько же из благ приносит, говоришь, что не может восстать за истину. Ты иритику не можешь ничего ответить. А мне сказали. Сказали-то тебе, это послов Божий-то все. А что это такое? Со священниками разговариваешь, и не знают Писания. Я слышал, это есть. Ну, написано, Павел, выше 5 слов на родном языке, а сейчас 10 тысяч, а не таковым. Тут-то, что непонятно-то? 5 и 10 тысяч, ну, 5 рублей 10 тысяч, разница есть. Так 5 слов понятные, что были. А о чем говорится? Ничего не знают. Внимание. Я вот смотрю, у нас стоят, тут стоит Варлама, а рядом Назария. Вот Варлам настоящий уже старообрядец. Руки точно, а Захарий, садист, он Захария, он намертво отвергает, ну, видимо, не так вот, дернет его, отойдет, и садится, он его поднимает. Молиться стоять надо. Вот тогда до него отодвигается. Мне сегодня говорят, Назария-то совершенно отвергает Варлама, но иногда слушается. Вот не впервые, но его, то есть я вот так вот за затылок, он встанет, молись, и опять руки рассложил. Его уже не сверху, но ж куда попало. Слово же Божие повелевает изучать Библию, чтобы мы могли ответить на любой вопрос, который нам зададут друзья или недруги. 1 Петра 3.15. Так вот, Афанасий Великий, Афония. А кто он такой? С чем он прославлен? Афанасий Александрийский. Александрийский. Батарях Александрии. В Африке. А с чем он прославлен был? 318 епископов. Это не 2, а не 3. И Ария забивает всех. И ставит подписи. Ария правильно говорит. Она не могла родить Бога. И нет никакой троицы. Все. И подписи ставят за Ария. И тогда дьякон там был. И они, дайте мне слово. Дьякон, Ты молчи, сиди там. Ты видишь, какие спетилы они могут еще сделать с ним. А он благочестивый, бит у него, и позар. Говорят, обычно там какие-то единики, а не Саша. А про Ария везде написано в житьях, как он выглядел статный, высокий, одетый, как он приличный. Ну, кстати, скажи, это дьякон один, Афония там. Ну, скажи, Афония, я тебя спрошу, Ари, скажи, пожалуйста, ты веришь, что суд Божий будет. Ну, как не верим, мы все верим. А кто тебя судить будет? Ну, как, то Христос судья будет сидеть. Все. Если Христос будет судья судить, значит, он безгрешен, а безгрешен все не согрешили. Как глаза у всех открыли, все подходят, я свою подпись включил, я тоже. И дальше идет, епископом ставит и патриархом Александреи. И он оказался настолько мудрый, его называли хитрый. Выходит, а его ищет, выходит народу тысяч двадцать кораблей. Он выходит и говорит, громит все. Воинов призвали, воинов, ну пропустите, проломиться никак к нему. Подходит ему, он в народе вышел. Вышел, а у него корабль не запаснул. Он сел, те вот, кто-то его видели, он бежал на корабле, сел, он отъехал всего, били, били километра три. Развернулся я навстречу, а эти годят, вы не видали, такой видал, там пониже пошло. А люди догонят, по месту реке, он обернулся, в храм опять зашел, опять проповедует. Но когда тут уже обложили, а у него знакомая девушка была, и она его сумела провести и в колодце спрятал, сухой колодец. И он там сидел, видимо, свечи были хорошие, и написал послание по трясцу церковь. И все поняли, а равного им никому нету. Совершенно простой диагон. И вот он об этом как раз и говорит. Все должны быть научены. И как сегодня это я говорил по мироточивым иконам, и дальше я делаю запрещение. Поверьте, наш народ ненаученный и тупой. Это отчет дали патриарху, Алексею Второму. Но ненаученный и тупой. Ни один из всех так не скажет о своих так. Они учат их, и никого тупых нет. Почему так? Людей не научен. Одно и то же, одно и то же. Библия в руках-то у них. Апанасий Великий не мог сказать, что тупой. Тупой ты. Ты, тупой, потому что ты не учишь. А ты учи. В Германии какой бы ни был ребенок, там сосед, или вот искаженный, вот так, его учат, они не холостер к руку протягивают. И научили его катать катком по стене и обоих лирить. и он первый раз бесплатно каким-то старикам сделал. Он пришел, и сделал. Радостно. У него жизнь наступила другая. Он ходит, и больше ничего не научился. У него и руки не так, но это у него получается. Все. Это образец. Ничего не знает ребенок, совсем. А так, аучек. И он делается полезным. А у нас, смотри, разы сходят, он не понимает ничего. Он не понимает. А ты открой эту истину. А если спать будешь, еще не получишь. Так. 1 Петра 3,15. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. То есть каждому. Вот он спросил, ты веришь в Сух Божий? Тот барий мой постарай, ну чего ты меня за придурка считаешь? Да все верят. И мусульмане верят. И буддисты. Суд Божий будет. Вот так не ответил. Когда скажешь, будет суд Божий, верующий, а что ты меня пугаешь? Это веры никакой нет. При одном слове о страшном суде демоны трепещут. Ты пришел раньше времени мучить нас. Демоны трепещут. Бесы веруют и трепещут, написано. А ты говоришь верующий, а что ты меня пугаешь? А суде Божьем на то узко рассуждать день и ночь. День и ночь говорите об этом, чтобы не впасть в худшее. Это понятно? И никогда не говорю, что ты меня пугаешь. В Каласяном 4.6 Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как ответить каждому. Неужели священникам выгодно иметь такую темную, необразованную массу? Неужели им не стыдно, что при встрече с любым сектантом от его пасты не остается даже практно? Они с детями Игова называют, ему дай наше собрание, он один разрушил. Ну, тут-то он ничего не сделает. А они сказали, а иконы, идолы, не делали никакого изображения. Все сектанты так. Я говорю, где написано? Ну, 20 глава. А вам, я вам написал 25 глава исхода. Сделаю изображение, так это верким заведом. 20 глава. Ты не говоришь, что верка на 25 или не принимаешь? Куда сказали? Нет. Да Христос-то был в каком храме? Соломонов. Да Соломонов был разрушен уже. 600 лет прошло. Вдребезь верности слил его. Ну, написано выходом, он все переломал, там 2-я, 25 глава. А какой это был? Зарвай верю. Изекиилия 41 глава, 17 стих. Храм был весь векона, а Христос-то льду мой, от пола до потолка, внутри и снаружи, грязные изображения, изображения по-гречески икон. Все, поплыли сектанты. А у тебя как написано? Так. Пища не приближает и не отдаляет. Еще как отдаляет, Израиль выгнала. Не отдаляет, нет, нефли. А у тебя, как, Леша, написано? А у тебя, Валя, как написано? Ну, у меня написано не приближает. А почему, братья говорят, не отдаляет? Ну, у тебя же Библия есть. А в твоей так написано? Все на одного. До патриарха. И у нас так же. Пища не приближает и не отдаляет. Сто процентная ложь. Пища отдаляет. Сделай камень синим хлебами. Не продать, не купить. Речь не о ботинках, о хлебе. Ну, научитесь маленько там молить и себя проверять. А как вы узнали, что это? Никак. На молитве. Сейчас такая кампания открылась против Библии, не выскажешь. Против Библии берет неправильный. На меня нападает, что я почитатель Солженица Александра Вячеславовича. Я первый раз, когда только познакомился, когда он живой был, я на молитву встал, посмотрел. Истинно так. И теперь везде материалы. Теперь его в школах. И вот там Путин принял жену Наталью. И все обговорили. Нет. Он был там предатель, что попало. А Шаламов предатель? Варлам. Он об этом же писал. Да какое тут Егонин приезжал? Какие тут репрестии были? У нас человека два в Кадниково только и взяли. 66 миллионов сразу сгинуло. Миллионов в Кадниково никого не взяли. Взяли. Ты приписывай сюда не только тех, которых сегодня взяли, но которые и дальше пошли. Ну маленько, ты на молитве проверь себя. Неужели тебе Бог не подсказал? Так я не знаю, в Галле согласен. Но ты молишься. Если связи с Богом нет, твоя молитва пустой воздух сотрясает. Ты Богу говоришь, а Он тебе не открывает. Почему тебе это не открывает? Ты на молитве у Бога вопросись, скажи, Господи, правильно ли это написано или неправильно? И Господь тебя откроет явно. И ты сравнишь со Словом Божьим. Сравни, написано, если говорят они и не по Слову Божьим. Восемь-двадцать Исаинах. Нет у них света. Ты тьмой ослепил себя. Чего вы боитесь в Библии? Да боитесь молитвы. Ты начал молить тебе. А сколько молиться? Много. Главное, это дитё, что было. Дитя нет. Вот живут неплодные. Два, три, девятнадцать, двадцать лет. А он молится и молится. И раз жена говорит, защела. И стали дети бить сегодня в отрубе. Помните, о ком речь идёт? Высакая. Двадцать лет молился. Двадцать лет и не устал и не упрекал Бога. Смотри, полупьяная баба какая-то там, бабжиха. Рыжает каждый тень идиотов. А праведника нет. Вот он под старостью казачал. Поехали. Лука 1 24-25 После сих дней зачала Елисавета жена его и таилась пять месяцев и говорила Так сотворил мне Господь в одни сии в которые призрел на меня чтобы снять с меня поношение между людьми. Толкование. Елисавета будучи целомудрена стыдилась и зачав в старости таилась пять месяцев пока зачала и Мария. Когда же и сия Мария зачала и младенец сыграл в очреве ее Елисавета она уже более не таилась и даже держала себя смело так как мать такого сына который прежде рождения своего почтен был достоинством провока. Так у нас 50 минут прошло немножко сказать надо будет такие как бы вроде объявления Вот сегодня сестра Людмила у нас она видела охотники были которые стреляли рядом и мало того заехали в деревню по деревне не надо было смс писать немедленно батюшке побежать в охот поспущать на машине можно догнать побеседовать побеседовать ну да и сразу батюшка по рации и уже по рации 6-2 будут вот она видела не надо закрывать она сама видела она живая сидит видела и слышала коров выгоняли они еще были так начало с собакой я там слышала а здесь уже Веня слышала когда Керентий и Веня выгоняли горов вот сюда погнали половину у нас написано в уставе заметил постороннего сообщил другим остановить нарушение устава запомните устава это основа которая скрепляет все немедленно надо было сообщить просто сразу ребята вышли мы всегда так разная надпись такая плохая мы остановили говорили это было было и больше никогда они не приехали было такое мы на храме тут крылья а мы до времени здесь где рыбу то ловят называют лагерный пруд мужик там эти хапки ловит андату бобров не было но мы пошли мы сказали может и зря это сделали он хоть малейко помогал но и больше он не приехал просто собрались спокойно поговорили узнали что за люди и все вы на будущее имейте ввиду а у нас там табличек нет да нет она есть у нас черта есть табличка есть написано территория деревьев здесь территория запрещается мы сделали потом хорошее еще одно предупреждение никогда по одному не выходите допустим ну естественно женщина не пойдет мужик увидел и пошел позвонил тут же сказал жене позвони срочно кому-то я пошел все а ты жена сидишь дома быстрее уже всех сообщи по одному не ходите потому что неизвестно что там за люди допустим ты пока только подошел она быстро сообщила уже другие подтянулись то здесь срочно надо реагировать наша мать как делала Тихон когда говорит залает собаки овещенка у нас он посовещал Тихон пойдет я сразу на все запоры открываю русскую печь и в эту сижу если у Тихона еще не ладу я как закрещен трубу там далеко слыхать неграмотная женщина она знала а говорит а сегодня кто что попало сделает а мать говорит а знаешь как раздается из трубы неправда второе сейчас позвонил мне Алексей Загуляев я уже сидел здесь пришли я там с вами картошку я всегда говорю зашли там дышать в подвале кто-то в прошлом году 5 или 6 мешков картошки оставил не вынес она в жижу превратилась там такой гниет гниющая я говорит вытащи да вытащи надо прометрить ну скамейкой обложите откройте чтобы выметрило чтобы никто не упал а в коридоре сделали открыли и никакой преграды да и сам Алексей Загуляев туда нырнул не с головой в подпол не сейчас раньше представь себе он мог разбиться и все решил он быть зятью прекрасного а вдовелом твоя доченька так окружить сделать кто делал а переспросили всех подозрение падает на Надежну Васильевну он мне и говорит ну больше никого нет я говорю я не спускаюсь я не знаю меня Володя смотрит перед этим Миша смотрел но и нынче там с ним неладно он не в таком состоянии все время ощущает мы разбили там осущейки берите закрывайте это не на улице охраняется под домом и что дальше Дальше-то Надежда Васильевна я сказал что я говорю она не согласится скажет не я она ему сразу ну накрутить хвоста и она осознается да куда их хвоста нету по мешкам-то определить по мешкам определить одинаковые мешки то одинаковые подписывать надо так Володя скажи дело в том что Надежда Васильевна туда не спускается спускается только я туда спускался ей картошку достал только я а я уехал раньше так что какие могут быть вопросы но при чем ты просила оставила в картошке так ну да просила она уже твоя мы тебя оставили в это время отдали мы другим Сокорскому Валерию ты просила я тебя отдал а я ни при чем здесь от выжал никакого наказания не дала никто не знал а я откуда знаю она будет оправдаться не надо да при чем правда я никогда сюда не спускаюсь и картошка не твоя больше этого Володя никогда ни картошки не добавить Все. Вопрос снятый. Остановите, как нельзя. Будете считать, Андрей? Мы только надо. Дальше. Можете остановить? Попытайтесь остановить. Не остановитесь его. Все будут видеть везде, что неприятно. Улыбнись. Тихо. Второй вопрос. Сегодня я объявлял об этом еще. Нам срочно нужно освободить от растительности минимум 2-3 пруда. Когда наступит время, вы там будете спотыкаться. Скосить. На какую высоту? Я подумал, низко. Просто спотыкаться будем. Вырывать нельзя с землей. Она скрепленная этими камнями. Лебеду не любит. Так нащупали с толщиной лебеда. Лужков говорит сделать лопату. У него есть так. Она точить ее и лопатой косить. Не знаю. Ну, 2-3. Она же вот какая широкая. И на всем протяжении. Сейчас будет мороз. Она трава замер. А весной когда-то займет. Попросите Игоря только взять и попрызгать. И травы там не будет. Вот и все. Нам надо убрать стоянет. Что ни делай, она стоит. Стоит. Бутылек-то стоит. Ему надо убрать. Ну, а что она стоит? Топорики есть у каждого. Нужно освободить плотейные двери. Чтобы можно было сейчас проверить, где нелабы, где бобры. Батюшка съездил на Рыжковский. Ничего я не нашел пока. Надо это сделать. Пока мы здесь. Какие предложения? Я сегодня конкретное предложение обратился к Вене. Ну, он уезжает. Я видел, как он очень хорошо профессионально делает. Какая-то там у него другая. Он там не сделает. Там палец толщиной. Он это не берет. У него другая там какая-то лешка. Может у него пила стоит? Такая железная. О, железная ножи. У него не лешка, батюшка. Не лешка. У него и лешка. Там меняется лешка. У меня тоже. У меня не смеют сейчас. Ну, в общем так. Надо убрать. Убрать. И куда это, когда спереди, куда его убрать-то? Оставить здесь на плотине или вниз в плотине сбросить? Я даже этого не знаю. Да мне кажется, сбросить это зачем? Туда сбросили и все равно там перед нее. Значит, спереди сбросить. Да. Это надо сейчас на всех трех прудах. И на южном, и здесь вот этот храмовый пруд. Нам нужно убрать. Убрать пока мы здесь. Мы исследовать будем около самой... Там видно, если только бобры есть, вода мутная. Желтая. Когда он копает оттуда. Я привез 4 капкана на них, купил. Купил новые. Цепи на них уже сделанные. Ну, можно как-то. Я звонил в Охотсоюз, и они связались с мамом. А те сказали, принял, разберемся. Я поехал на Рыжковском. Там 2 хатки было. Хаток нет. То ли разобрались, то ли... Они просто им позвонили и все. Ну, я не знаю. Но дело в том, что на втором мостике я поехал. Там нашел, где он копает. Подальше нашей плотины. Ну, надо просто решить сейчас. Нам очень трудно это. По прудам. И еще один вопрос. К нам приезжал, сейчас я не могу сказать, на день деревни или на день престольного праздника местный митрополит Сергий. Когда он бывает, он не просто бывает. Он совершает божественную литургию. И не было причащающегося даже ребенка. И сейчас в интернете говорят. Они знаются. Но они его зазирают. Они его не считают. Даже ребенка не причастили ни одного. Люди-то справедливо говорят. Поэтому я вам говорю. Вы просто расслышьте меня. В пятницу вечером батюшка службу будет. Да. И сходить на исповедь. И причаститься в субботу на его богослужение. Где-то взять ребятишек. А то что? А то что? Сейчас, я закончу. Закончу пока. Так. Дело неплохое. Мы его не зазираем. Но они недавно причащались. У нас как-то не принято каждый день причащаться. Но это будем считать на упущение. Архиерей приезжает, а я причащаюсь на архиерейскую службу. Ни одного. То бывает ребенка поднесут или что. Тут никого нет. Неправильно. А у нас как-то был ваш вопрос. Так. Мое вам предложение всем. И говорят вот. А когда я буду считать каноны Богородицы? Нигде в правилах этого нету. Это благочестивое предложение. Нигде не ставится ни в одном каноне нигде. Что перед причащением ты должен считать вот эти каноны Богородицы и прочее. Нет этого. Нигде не священники со всех сторон. Хорошие священники сразу ответили. Нигде нет. Откуда вы берете? Дело-то хорошее. Но в обязанности поставлено. Не поставлено. Нет этого. Нигде нету. Вообще ни у одного святого отца. Ни в житиях святых нигде нету. Ни в канонах нигде нету. Поэтому мы должны все время готовы. А я не приготовился. Наша подготовка это условно. Как бы мы ни готовились, мы никогда не подготовимся как должны. И он в ангелах усматривая Господь. Недостатки. И солнце пятна имеют. Мое предложение ко всем. В пятницу исповедуется если принято. А когда бывает счастье исповедуется. Священник говорит. Ну это же кого. Кто-то в интернете сказал. Мы всем никак не сможем угодить. Кто там что посмотрел, что не понравилось. Это правильно. У нас неделю назад только причастились все. Кто-то что-то ляпнет там. Мы сразу реагируем. Ну человек готов. Он придет причаститься. Так. Я говорю о том, что когда часто причащаются люди. Священники говорят. У тебя ничего не было. Не было. За счет не действует. Ну. Видишь как. Они почти на каждом благослужении. Причащаются. Правильно. Кто сейчас зашел. Я был. Заходил я в Знаменский монастырь. Ну вижу каждый раз. Кто зашел с улицы. Все причащаются. Спокойно. Причащаются. Что ты хочешь старшего было или что. Ну я говорю. Говорю не о том, что. Ну да хочу говорить. Кто-то в интернете ляпнул там. А у них дети не пришли. Ну что теперь. Детей где-то брать. Говорят. В аренду что ли нанимать. Чтобы детей причащать. Ну нету детей. Нету. Неделю назад только все причастились. Все были по посту. Все исповедались. Причастились. За интернетом мы будем показывать что ли. Кто причастился. Так. Я вы скажу пожелания. У кого есть. Я знаю. Сказал кому причаститься. Я вам сказал пожелания. Да. Ну ты прямо в каком-то таком. Что обязательно все. Давай идите исповедовать. Обязательно. Не обязательно. Я этого не говорил. Я сказал желательно. Мои слова не надо перетолковывать. Нет. Ты сказал в пятницу. Вешаем. Давайте там исповедуйтесь. Том причаститься. Батюшка. Никто не уговаривал не причащаться. Ни один не подошел. Да это там уже намного. Давайте. Давайте. Когда было мне нужно. Я задумался. Как говорит. Опасно. Часто причащаться. Там без. У меня была большая. Опасно. И удаляйся. У меня была большая. Нужна в тюрьме. Трудно было добиться. Все равно приехал отец Николай Викторович. Исповедовал. И я там причастился. Потом там был Стефан Пристая. И я еще исповедовался. Так. Когда. Большая. Нужна. Затус говорит. Идея. Прещается. Раз в два года. Мы не проповедуем. Не о. Редко. Не о. Частном причащении. О готовности. О готовности. Рассуждения. О теле Господнем. Ты знаешь что это? Чтобы не быть виновным. Против него готовы. Вот и все. У вас других же роликов было. Когда метрополит приезжал. Даже при мне причащались. То есть. Тот человек. Который сделал замечание. Не может сказать. Как так не будет. Так смотрите другие ролики. Что это? Я ничего не скажу. Я не отвечаю никому. Ну и правильно. На те ролики. Они не могли еще сказать. Здесь конкретно говорят. Люди. Которые близкие. Для нас было это. Странно. Довольно. Так хорошо встречает архиерея. И никого пощищает. А люди сразу вывод делают один. Они зазирают его. А вывод делают по тому. Что по всей видимости. Входят в свои храмы. И у них там. Чуть ли не каждый день причащаются все. Но это все. Ты прав. Здесь ни одного не было архиерея. И каждый день приезжают. И ни одного причастника нету. Я увидел что это неправильно. Неправильно. Неправильно удовлетворяйтесь. Исповедуйтесь. Причащайтесь. Кто пришел на исповеди. Хоть кого. Когда отогнал от исповеди. Или от причастия. Не было. Ну. Так. Я высказал пожелания. 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 Перевести. Да. Это возможно. Никакий интернет. Конкретно. Священники из-за партии говорят. Зачем ты не знаешь. Переспроси. Что могут перевести. На лучшее. Это ближе. Там. За ним никаких недостатков. Нет. Отношение хорошее к губернатору. А тут губернатор поставил вопрос. Убрать его отсюда. Максима. Губернатор. Написал. А вот еще раз. Значит. Дело-то не простое. Если это так. Вопрос стоит. Ну. Может так. Мы должны оценить. Это дело такое. Сегодня у нас есть архивы здесь. А завтра может не быть. Так что. О том что ты будешь и причастишься. Ты никогда не пожалеешь. Так. И. Ирина. Иди-ка сюда. Задай вопрос. Пришли на занятие. Она вопрос отдала. Откручивай сама. Садись. Нет. Ну просто что. Возник вопрос. То есть. За что Господь выпускает людям попадать в тяжкие прегрешения. Нет. Нет. Вопрос. Вопрос. А Вы уже ответили? Я не видел выступать. Спасибо. Спасибо. Смотри. Деревья растут разные. И только об одном дереве сказано. К нему нельзя прикасаться. То есть. Не брать. Ну и было нарушено это. Ну. Что там. Меньше плодов стало. А дед. Давайте порассудим просто. Что. Другие не берут. Ну не яблоко. Дед. Опознание добра и зла. Ну какая бина. Даже ребенок. Если бы сейчас. Ну где-то на выставке. Там. Дерево растет. Даже сорвал. Ну а там кто ничего не знает. Это ребенок был. Ну вы понимаете. Последствия это совсем не такие. По последствиям мы можем только догадываться. Что мера у Бога. Другая. Умерло. Не семейство его. Адам Ева. Сто миллиардов уже умерло. Миллиардов. И все это там. Смерти не было. Смерть вошла через это послушание. Сто миллиардов гробов. Не говоря уж там мучения какие-то на земле. Смерть. Убитая. Задавленная. Сожженная. И Езра Третий говорит. О Адам. Что ты сделал. Не ты один умер. Но все мы из-за тебя умерли. Все. Все до одного. По нашим меркам. Это настолько несоразберимо. Какой-то плод. Из сто миллиардов гробов. Ну позвольте. А у Бога другое измерение. У него нет вчера. Завтра. У него только сегодня. И не власти. Не горшечь их на длину. И сотворить какой сосуд. Он сказал. Смертью умрешь. День который пустишь. Вот это и есть смерть. Рыба вся сделалась мертвая. Вся. Убирает рыба. Все птицы сделались мертвые. Все. Звери все мертвые. Все убирают. Устареют. И все это там. В этом плоду. А на самом деле. Прости Господи. Это не такая великая цена. Этому плоду была. По нашим меркам. Там. Груша. Яблоко. Арбуз. Значит. Мы должны согласиться. От нас это сокрыто. Бог вечен. Безначальный. Бесконечен. Милосердь и любовь. Бог. И это сделано по любви. По любви. Самое главное. По любви. Мир потоплен. По любви. Сгорел садом Гопора. И семь окрестных городов. Это все по любви. Болезния его. По любви. Вот этим обращает человек. Острадающий плотью. Перестает грешить. Написано. По любви. Война. Да как это. 50 миллионов унесла эта война. Ну. Ты какоша суждая. Так третья грядет. Война. По любви. А микробы. А внутри разные там грязные. Черни. По любви. Запомни. Бог любовь. Ни одна микробинка. Она не могла возникнуть. Без его воли. Он творец. И все. Ржавчина. Это микробы там разные. Которые разъедают. Гнилье. Картошка. Это черни. Вот. Корова отправится. Ты можешь у нее лепешку убрать. Она подсохла. И все. Ничего нету. Лошадь. Павлова ходит. Где бы она ни отправилась. Как только я вещи одну направил. Со утром я убираю. Под ней вот такие в карандаш. Больше отверстия в землю идут. Специальные. Жужут. Черки. Где бы она ни отправилась. Как они находят. Оказывается никак. Они в животе. Они вместе с Калом. Падают здесь. И они сразу тогда уходят. Ни одной маленькой кучке. Лошади наедутся. Чтоб там не было пирочек. В земле. А кто это сделал. Ни у обещаний. У кого нету. У лошади. Я наблюдал несколько лет. Павел. Плескал свою там. Кобылку. А братцы. Только я понимаю. Дырки. Ужарят нам. У голубей. Как бы я не чистил каждый день. Обязательно есть какие-то жужелки. Жужелки. Я их выметаю. Выметают все. У меня там голубяки. Там площадка совсем. Два на два метра. Все. Завтра прихожу опять. Черные жужелки. Никакого вреда нету. А что-то они поедают. И голубей не трогают. Совсем. А зачем они? Знаете. Вот есть птица такая. Коршу. Он сыпушек таскает. А он падающий. И он санитар. Сколько бы везде всякой пакости было бы. Дохлые валяются животные. Он все подберет. И эти микробы вот эти. У нас они живучебные. В могилу схоронили. Напальзамировали вроде бы. Все равно еще не сидят. Через 5-10 лет. Где? Они у нас живучебные. То есть мы гробы ходящие. Гробы окрашенные. И поэтому мы носим болячки. Они только смиряются с этим. А другой борются. Пытаются парадизованно рукой шевелить. Нажимают на беспонтакт. И видишь маленько что-то зашевелилось. Вот ты знаешь у тебя. Устином Александра Ивановича. Володя надеялся. Его парадистик разбил. Да? У него кажется левая рука была. Но он не смирился с этим. Он левой рукой. Блуперстно. И вот здесь дырочка у него на костюме была. Он зашьет только Анна. Говорит. Проходит маленькое время. Опять дырка. Он молится. Он подвижный герой веры. Он не смирился с этим. Что? Бог знает право. Я много молился. А левой почти не делал крестное знамо. А теперь я левое делаю. Это счастье для меня. Что две руки теперь у меня священные. Надо научиться во всем ей промысл Божий. Его любовь к нам. В любой бовящке, в сыне. А бывает так. Родится ненормально. Слепой. Родился ребенок. Слепой. И осмотрели его. Врачи сказали цифролограмму в мозге. Он идиотом будет. Девочка. А молодые до того ее полюбили. К счастью, второе не подтвердилось. Она просто такая умница. Школа кончилась. Отлично. И стало известно на весь мир проповедника. Их выучишь. Родился. Врач не вышел и говорит. Он спрашивает. Ну как? Отец-то его. У него, говорит, руки нету. Я, говорит, так и ахнул. Присел. Руки нету. Врач второй уходит и говорит. У него обоих рук нету. Пока он говорил, говорит, от сестра уходит. Говорит, у него нету и ноги нету. Он за той руке только нету и то. А он на весь мир. С папой римским, с президентами встречается. Играют в футбол. Борьба на ринге. У него место наяр. Маленькая ласка такая есть. Видите? Заведите. Не хочешь. Там, я не знаю, серп или кто. По сему милой везде ездит. И вышла завтра, что у него фотомодель. И она его в коляске везет. Вот такого на уровне сидит, как рядом-то. А теперь с ребенком играет ребенок. Фотомодель вышел за него. Какой он умница. Какие проповеди говорит. И как он расчесывается. Как он плавает. Показано все. Как он садится, выходит на коляску. Как на дороге. Рука нету. И ног нету. Это не Алексей Морисов. Там одной ноги нету. Очень сильный психологический человек. Да. Илана Папа Римский, пожалуй, встречается. Поехали. По всем странам ездит, выступает. И к нему подходят люди. Я тоже думала, я такая. Я теперь буду держаться. Разные-разные больные к нему. Ты для нас пример. У меня только одной ноги нету. Я уже расслабился. Нет ног. Нет рук. И все делает. Показано. Как он это делает. Где-то у него расческа там. В стену монтирован. Подойдет головой по этой. Он не вернул. У него шеи на позвонки. Работает. И как он плавает. Показано. Как до бассейна. Потом плюхнулся. Выдурнул. И все время улыбка у него. И какие он проповеди говорит. Там с президентами встречаются. Его все желают увидеть. Залы огромные. И всех он воодушевляет. Поэтому. Бог дает. А ты чего он такое дал? Чтобы нам показать. Какие мы богатые. Один учитель говорит учителю. Почему так Бог сделал? Сосед живет. У Юрки все есть. У меня еще нету. Он говорит. У тебя есть, а ты не знаешь. Как? В органы продают. Давайте правый глаз продадим. Десять тысяч долларов. Да ты что учитель. Наши десять тысяч уже в кармане. Ты не хочешь не получить. Левый глаз продают. Давай. Почкой продают. Одну почку. За почку дают. Сегодня. Живую почку. Пятнадцать тысяч. Сегодня пойдем тебе сделать операцию. Да ты что учитель. Ты золото. У тебя все есть. Ты золотой. Да и правда. Оцени что у тебя есть. Какая корова нужна самому, да? Пятнадцать. Пятнадцать. Едем дорогой. Еще в руки возьмешь. Тогда не было телефонов. Вот отгадайте. Еще у меня в руке. Три ошибки можно сделать. А четвертый блок уже получишь. Одни две ошибки сделай. А что? Живое или неживое? Неживое. Так. Из одного материала? Нет ни из одного из двух. Потому что тут грифы. И так. А какого цвета? Какого цвета? Красного. А что всегда бывает красного? Не всегда бывает другого цвета красного. Вот начинаем где-то. А это у всех есть или нет? У них есть, а другие пренебрегают. Ну что это такое? Гадают. И вот одна же едем дорогой. Ну все равно разгадать можно. Один гадает второй, третий. Где это живет? Зверь, допустим. Спрашивает. Какой зверь? Так. Какой? Хищный или там? Травоядный. Хищный. Так. На арене цирка бывает он где-то? Не бывает. Во всем мире ни одного зверя не могли приручить. У-у-у. Это очень редкий. А где он живет? В долине или в горах? В горах. Ааа. Не знаю. Загадался. Дед с бабкой держали такого. Утром долго не прогуливает. Пришли, а он обои съел. И деда и бабку. Чёрная пантера. Там другой у меня название. Понял? И она же едет дорогой. Я бы так из кармана вытащил. И говорит, гадайте, что у меня здесь есть? Ну, в кулак. Посмотреть бы это. Всё, перегадали. Никак. А у каждого есть? У некоторых нет его. А мы ценим это или нет? Ну, понимаете, мы не ценим. Мы даже деньги платим, чтобы у нас этого не было. Но когда его нет, деньги платим ещё больше, чтобы только было. А что это такое? Никто не мог отгадать. Я тогда сказал, сопли. Я руками золом у нас вот так зажал и всё. Почему? Она пыль улавливает слизь. И у Вали Шетникова исчезли. У них нету. Вся пыль идет туда. И специальная мазь продаётся. Деньги. Платим теперь, чтобы смазывать, остановить. И как я замучил, говорит, соплей-то нету. Мне каждую минуту надо подновлять. А мы не замечаем платочек. Как говорят? Что такое? У нас тут под ногами, а у господ в кармане. Платочек. А тут всё. Швём. Вот он гадает. Что такое? А мы-то это соценивали или нету? А это там ворсинки. Они задерживают. Пыль. А потом вокруг грязь одна идёт. А это в лёте не попало. Это ещё тот. Понятно? То есть, вот, Ирина, это всё ответ Бог сделал. И ты подойди, посмотри вокруг. Найди людей, которые парализованы лежат. Сколько лет твоя мама лежала? Что бы она ни отдала, чтобы снова быть на даче, где она любила так быть? Дочка, я никому не пожелаю, чтобы лежать парализованный. И так мы с мамой твоей молились вместе. Вот так. И на любой вопрос, скажи, воля твоя забудет. Вот Сергей парализованный, Козлов, он член нашей очень любилитый. И он написал, парализованный во славу Божию. Во славу Божию. Я ни одному, говорит, здоровому не завидую. Как я благодарен Богу, что я живу уже 14 лет. 14 лет, скрученные руки. Как он работает на компьютере, иконы пишет. Батюшка у него был. Уже, наверное, раза два был. И как он соображает вообще? Мы с ним познакомились, он решил копию моего сайта сделать. Я как он уже договорился. Модераторы будут работать из Израиля и из Белоруссии. Это же деньги стоит. Ну да. Кое-как он знал. Заплатил 300 тысяч. 300 тысяч заплатил, чтобы копию с моего ресурса сделать. Но я, говорит, сделаю его еще лучше. То есть лучше. И мать его, Татьяна Ильинична. Тоже герой-герой. Он говорит, когда из него выходят, там эти камни. И они острые, никак все раздирают. Боль нельзя описать. Какая боль. Не могу. Не говори, ничего не могу. И он живет и благодарит Бога. И то сравни с этим. А было, что купался, прыгал, головой от гребно. А у него метр восемьдесят пять, что ли, рост. Метр девяносто. А? Метр девяносто у него. Метр девяносто. Да он теперь так. И он не страшится своих грехов. Я какой гречник-то был. Где, чтобы уже было там навести порядок. Меня туда, я вытрясу. А вот Бог сказал, теперь тебя буду трясти. У Бога все выиграли. Он все это принял, как от Бога. С ним там некоторые знались. А вот когда узнали, что он со мной близко, он говорит, и ты мясноватый. Он говорит, и меня туда уже записали. В православные, я не говорю, по-другому. Я не знаю, что ты такой лежишь, а у него... Вот такое он делал. Хорошо. 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 Можно еще раз это поставить? Это лично. Вы знаете, хотите послушать эти идеи. Вот начало нашей сегодня занятия. Вы привели пример, что два человека работает, значит каждый должен получить зарплату. Один побольше, другой поменьше. Так? Да. Вот. Теперь, значит, много лет назад у нас была такая проблема осенью. Мы наняли пасти скотину. Миша, я не знаю, как его фамилия, его Дыбунов привел к нам. О, Церк. Да. Да, 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 да. Небеса. Он еще с Павлом копал мне колодец. Да. И он стал пасти скотину. Но в субботу пасли все мы по очереди. Но деньги, вы сказали, отдать все Миши. Нам не дали ни копейки за то, что я бегала посла, а деньги осушили Миши. Почему? Что я не допоняла? Даже не помню, скучай это вообще. Чтобы спасти, надо было тогда спаивать. Нет. Нет. Просто, знаете, вот. Может, тебе это не применяют? Может, какая-то ошибка была? Как? Не знаю. Чтобы впасти. Я тогда возмущалась, не согласилась с этим. Это несправедливо. Конечно. Конечно. Это несправедливо. Нет. Мы просто заставили. Нет, Миша, мы все деньги получили. Нет. 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 Господи, Господи, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, за эту возможность собираться и изучать Слово Твое за это тихое мирное время. Господи, благослови нас, укрепи нас в вере. Дай нам, Господи, достичь Сарства Твоего Небесного. Пошли в наше селение добрые жители и христиан. Будь в милости к нам грешным. А мы благодарим Тебя за все. Слава Тебе за все. Отец, Сын и Святой. Аминь. Дело только всегда подготочил. Миша, когда уехал, он не другом стал. Не друг. Не друг. Когда против меня сон, он уедился, а против меня показатель, говорит, я пришел и за этот льгород дать. Потому что он кива вкурил, и я его припал за это. Потому что я, когда я живу. Такое вообще отношение к Тебе за все. Долго получалось, да? Долго получалось. А чуть-чуть не ровно. Просто сон пришел. А тогда поставили, который был соблюдать. И вот здесь. Я тебе вижу. Это не только я. Отец. Спасибо большое.